Пять секретных и важных фишечек для леса, которые тебе обязательно пригодятся. Сдэй, братулись. Этими фишечками пользуюсь лично я сам играю в лесу. И о том, что они тебе обязательно пригодятся, я даже не сомневаюсь. Потому что эти фишечки обязательно нужно знать вообще любому леснику на начальном уровне, на последнем уровне, на всех уровнях. Лайком и подпиской нас бустит Лейла Жистка. Пристёгивайся и пошли. Первая фишечка очень важна для тех, кто любит заинвейдить вражеский лес. Например, берут жирных леснюков, да или даже на тонком, в соло вообще легко, можно просто спокойно инвейдить. Я практически всегда это делаю. Инвейд, если что, это вторгаться во вражескую лесямбу с целью там чего-нибудь-то подзакрысить, пока нету вражеского лесника. Ну и вот, когда ты туда заходишь, идёшь, ну конечно же, ты пойдёшь бить красный, да, баф вражеский, синий баф никто не инвейдит. Ну, по крайней мере, в соло это очень трудно, там тебе легко спалить, ещё кого-то туда-сюда, короче. И вот, когда идёшь на красный баф... Не, используй вот этот вот трамплин, а оставь его только для того, когда ты уже забрал вражеский лес. То есть баф, да, не весь лес. И тебя вдруг немножечко подспалили, или вражеский лесник не вовремя пришёл, и тебя уже начали окружать, и ты, чтобы этот трамплин на отходе использовал, и вот так вот всё по красоте сделал. И да, если ты ещё играешь и на руме, да, и ты вместе со своим лесником заходишь тоже инвейдить, и ты тоже не забирай этот трамплин, а оставь его. Чтобы вам вместе потом на этом трамплинчике удачненько ливануть. Потому что очень часто бывает такое, что, ну, просто его нет, когда он капец как нужен, а если ты его оставляешь, для грамотного своего отхода это вообще, ну, просто очень люто. Второй момент тоже сразу с этим трамплинчиком обсудим, это когда ты бьёшь лорда или черепаху. Заранее, перед началом битья лорда или черепахи, тоже использую этот трамплин, и забери его, чтобы он был использован, чтобы его просто не было на карте. Потому что, когда ты будешь бить лорда или черепаху, вражина его может просто спокойно бандой использовать. Ваш танк, или роумер, или боец не смогут остановить приближающуюся вражину, и они будут иметь больше шанс на стил лорда или черепахи. Поэтому обязательно лиши их этой возможности, забрав этот трамплин. Ну, у меня просто очень много раз была такая ситуация, когда, ну, ты бьёшь лорда или черепаху, и вражина в 3-4 лица на трамплин прыгают, и всё, и прям вот к лорду перемещаются. Типа, ну, их вообще никто не остановит, типа, там вообще невозможно никак не остановить. Так что это важная фигня, да, используйте обязательно. Также обязательно используй только проверенные сервисы для пополнения. И вот тебе Купикод. Купикод Голд, это сервис пополнения счёта мобильных игр. Среди множества разнообразных игр, с помощью него, конечно же, можно пополнить нашу любимую Mobile Legends. И да, тут самые низкие цены на рынке. Купикод.ком является больше, чем просто сервисом пополнения мобильных игр. Купикод, это игровая экосистема, они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Да и сам процесс пополнения в целом лёгкий и безопасный, потому что этот сервис ни в коем случае не запрашивает пароли и другие данные от вашего аккаунта. Разве что заполнение ID и ID-зоны, чтобы пополнение произошло конкретно на ваш аккаунт. И именно поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Советую авторизоваться через ВК и Телеграм, чтобы получать бонусы и постоянный кэшбэк при каждом пополнении. Ну а по промокоду DOFIAN ты получишь целых 5% скидки на покупочку. Ссылка в описании в закреплённом комментарии. Следующая фишечка, которая меня очень много раз спасала при преследовании, я когда там убегал и пытался выжить от какого-нибудь лесника или стрелка или мага или мамы чьей-то там. Вот. Это использовать крипов, чтобы закрыться от наводящихся навыков. Потому что у некоторых персонажей есть такие навыки, которые как бы ну через крипов не проходят. И ты можешь за этими крипами спокойненько чик-с и спрятаться. И например тот же первый навык Валира, притяжение Гассена, первый навык Харли, Крюк Франка, ну и всё тому подобное может просто не пройти сквозь крипаю, тем самым ты выживешь. Ещё одна ситуация, это то есть две фишечки, в одной можно сказать фишечке, тоже касается лесных монстров. Если вдруг ты не знал, то я вот знал и тебе показал. Это перед файтом, когда вы давите на перефарме и у вас будет ситуация, то что вы будете залазить например там под вышку. Или просто жёсткий файт намечается. Старайтесь вот этих вот двух лесных монстров оставить на тот случай, если вы потеряете достаточно много количества ХП после файтиться, да, и потом спокойно хоп, к ним подойти и отхилиться. Кстати очень лютая фигня и зачастую ей пользуются как лесники, так и стрелки. Быстренько отхиливаются и возвращаются с фулл ХП. И вот следующий момент. Фишечка достаточно простая, но ей всё равно, ещё многие о ней не знают, ей не пользуются. Это когда ты хочешь оформить пересмайт, ларда, черепахи, бафы или люб... всего, чего вообще есть. Даже вот этого водяного вазона. Для того, чтобы пересмайт лёг на твои плечи в 85 или 90% случаях, используй одновременно со смайтом какого-либо навыка. Треугольник Гассена или Вейра Ланцелота. Первый навык ХП будет, ну и в общем вот такой вот навык массовый, который наносит много ежесекундной дамажины. Таким навыком подкрепишь дамажину со смайта и всё, у тебя будет очень большое количество ежесекундной дамажины конкретно только от тебя. И в таком случае пересмайт будет в разы эффективнее. Ещё одна фишечка, которую нужно обязательно использовать при игре в лесу, это если вдруг ты запалил такую ситуацию, что вражеский мидер стянулся куда-нибудь на ганг, на экспу или на голду, вообще абсолютно не важно. Если ты эту ситуацию заметил, а заметить, ну это очень легко, просто увидеть вражеского мидера на голде или на экспе, то в таком случае тебе нужно как можно скорее занять грамотно подобранные тобою кусты на том направлении, куда будет стягиваться после ганга вражеский мидер. То есть, ну он 100% не через базу будет идти, тем более в соло это проверено раз в миллион, наверное. А после ганга он обязательно будет стягиваться на свой мид обратно, а главное лишь как бы угадать через какой путь он будет эту стяжку оформлять. Для этого в идеале подходит всего лишь два куста как бы, вот первый, вот второй, более грамотно истягивается через этот, вообще такие бичовые, через вот этот всегда. Как бы всё, стоишь, ждёшь окончания ганга, ждёшь обратную стяжку от мидера и всё, делаешь килягу на изи. Такой фишечкой я пользуюсь вообще постоянно. В соло она работает вообще безотказно. Ну и в принципе, вроде бы всё. Нес, скупись и обязательно поделись своими фишечками, которыми ты пользуешься и проиграй в лесу. Да или не только в лесу, можно вообще на другой-другой, любой другой лайк. Я, возможно, по этому моменту тоже сделаю видосики, чтобы всем было интересно и все больше чего узнали. Перелетай в мой телеграм-канал, ссылка в описании видоса, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну а с вами был Дафи Дак и всем. Субтитры сделал DimaTorzok